Ежегодно в розыгрыше американской грин-карты участвует около 14 миллионов человек со всего мира. По числу желающих эмигрировать в США с помощью выигрыша в лотереи, по данным 2018 года, первое место занимает африканская Гана, второе – Узбекистан. Именно о нем мы сейчас и поговорим. Грин-карта – популярная лотерея в Узбекистане. Например, только в прошлом году заявку для участия в розыгрыше оформили более двух миллионов узбекистанцев. Это каждый из 16-й жителей страны и новый рекорд для самой густонаселенной страны – Центральной Азии. Несмотря на большое количество заявок, грин-карту в Узбекистане выигрывают примерно 4,5 тысяч человек каждый год. Что интересно, более половины обладателей зеленых карт из этой страны – самарканцы. Такую статистику в 2012 году приводил посол США в Ташкенте. Этот факт подтверждают и данные узбекской службы «Радио Свобода». Почему же так? Неужели самаркандцам чаще везет лотереи? Дело в том, что каждый год на участие в грин-карте отправляются десятки тысяч анкет жителей Самарканда. Причем многие из них могут и не подозревать о своем участии в розыгрыше. «Радио Зодлик» в 2014 году провело расследование. Оно тогда выявило, что в Самарканде действовали группы мошенников, которые покупали персональные данные граждан, украденных из государственных баз, чтобы в последующем оформлять на них заявки на грин-карту. Например, данные студентов местных вузов тайно продавались сотрудниками этих же образовательных учреждений. Информация об одном человеке могла стоить примерно 20 центов. А далее все просто. Если человек выигрывает в лотерею грин-карт, мошенники получают уникальный проверочный код, с которым нужно идти в консульство на интервью. Его и пытаются продать победителю. Цена могла дойти до 10 тысяч долларов за один номер. Такими махинациями одновременно могут заниматься множество компаний. Иногда данные одного человека при подаче заявок на грин-карту дублируются. А американская система лотереи дисквалифицирует повторяющиеся данные. Подобные аферы существуют почти во всех постсоветских странах. Самый большой показатель в Латвии. 30% из всех анкет прокруются. 14% для Молдовы и Кыргызстана. 8% для Беларуси. В целях борьбы с мошенниками Госдепартамент разрешил победителям лотереи проходить на следующий этап без указания проверочного кода. Но, по словам независимого журналиста из Тамарканда, Мирзо Субханова, ажиотаж не спал. Компании-мошенники в Узбекистане по-прежнему активно забирают данные людей. Посреднические фирмы оформляли несколько или порой десятка анкет на имя одного и того же человека путем изменения тех или иных букв в имени или фамилии, а также даты рождения. Этим и обуславливается большое количество анкет. И, конечно, количество анкет намного превышает количество самих участников из Узбекистана. В таком случае, если одна из анкет оказывается в числе победителей, то ее обладатель меняет паспорт, чтобы документ соответствовал указанным данным. Фиктивные браки – еще один популярный метод мошенничества, говорит журналист. Фирмы также продают информацию о семейно свободных мужчин и женщинах, которые выиграли грин-карт. Например, если девушка незамужняя выиграла грин-карт, то буквально полгорода идет к ней свалиться. Также обстоят дела и с молодыми парнями, неженатыми. Если у выигрыша грин-карт человека нет денег, ему предлагают фиктивный брак. При этом все расходы возмещает вторая сторона. При этом составляются альбомы свадьи, которых в реальности никогда не было. Из-за активной миграции в США уже сформировалась целая диаспора самарканцев. Многие из них отправляют деньги домой в Узбекистан. Там их родные проводят пышные торжества, покупают имущество. И все это служит живой рекламой лотереи грин-карт, которую каждый год играют тысячи и тысячи узбекистанцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...